Борьба за столами не прекращалась ни на минуту. Два дня соревнований были насыщены эмоциями и адреналином. Первый городской любительский турнир проходил как серьезное международное первенство с соблюдением всех общепризнанных правил. Никаких скидок на опыт и возраст. У стола в первую очередь спортсмен. Очень приятная атмосфера, потому что, ну, как вы сами видите, люди все разные, кто в разных, как говорится, сферах деятельности работает, но объединяет одно – это увлечение таким видом спорта. Приятно, что в этот вид спорта уже влились и вот и девушки, которых сегодня три человека. Завтра будет вторая часть женской турниры еще, потому что турнир уже забит на два дня. Порядка 30 бильярдистов сражались за главные награды турнира. Так как первенство открытое, стать участником соревнований мог любой желающий. Проверить свои силы в клуб «Старт» пришли как представители других сообществ, так и спортсмены-одиночки, позиционирующие пул как свое хобби. Хотелось прочувствовать атмосферу Брестского турнира. Ребята очень веселые, дружелюбные, хорошо нас принимают уже. Несколько раз встречались, они к нам приезжали в Минск. Получился замечательный турнир. Я решил побыть в их атмосфере немного. Увлечение пулом объединило на одной площадке людей разного возраста, разных профессий и интересов. В особой атмосфере они провели эти выходные дни, зарядившись оптимизмом и верой в то, что движение любителей американского бильярда выйдет на новый уровень. На будущий год вообще уже планируется провести первенство области. Договорено все. И наше движение «Бильярдные волки» стремится к развитию в городе Бресте такого вида спорта, как пол-восьмерка или пол-девятка. Еще Толстой говорил, никогда и ни в чем так не проявляется человеческий характер, как за бильярдным столом. И это оправдано. Победит в игре только тот, кто умеет правильно рассчитать силу удара и траекторию полета. Тот, кто при любых ситуациях может быть сдержанным и собранным. Участники первого турнира смогли доказать, они достойны статуса настоящих спортсменов. В нелегкой борьбе победа досталась представителю клуба «Бильярдные волки» Ивану Иолопу.